На протест как на праздник. 12 июня 2012 года. День России, праздничный день и снова марш миллионов. Для протестующих даже дождь не помеха. На пересечении Страстного бульвара и Петровки формируется колонна солидарности. Это и есть основная, первая колонна протеста. Она пойдет впереди. Воздух буквально наэлектризован. Пахнет грозой. В прямом и переносном смысле. Сегодня одно из основных требований. Свободу поли заключенным! Свободу поли заключенным! Свободу поли заключенным! Колонна левого фронта разогревается перед тем, как двинуться шествием. Сергей Удальцов только что сообщил о том, что принял решение не идти сегодня в Следственный комитет, куда его вызвали в рамках уголовного дела о беспорядках 6 мая 2012 года. В принципе, Удальцова могут прямо сейчас взять под стражу и доставить туда принудительно. К колонне протестующих присоединились представители секс-меньшинств. Как бы намекая, мы-то геи, а вот в Кремле настоящие петрасы. Настроение у протестующих, хотя и праздничное, но боевое и нелишенное раздражение. Кремль снова наплевал на Конституцию и через нелегитимную Госдумку продавил закон о митингах, фактически отменяющий 31-ю статью Конституции и декларирующий пацанский принцип «больше трех не собираться». Но и этого Путину показалось мало. И накануне марша миллионов наш пугливый фантомас устроил настоящую превентивную облаву на лидеров оппозиции. Квартиру Навального буквально перевернули вверх дном. Посетили с обыском Удальцова. Ксению Собчак накрыли в экстремистских объятиях Ильи Яшина и гламурно вскрыли сейф, обнаружив в нем конверты с миллионом евро. Валюту изъяли, но это изъятие больше похоже на похищение. Теперь каждый гражданин России уверен, бдительное государство в лице силовиков может вломиться к ним домой средь бела дня и экспроприировать все, что понравится. Ведь любая ценная вещь может оказаться полезной для следствия или для следователя. Добрые люди только что одарили меня вот этим билетом в автозак. Теперь можно даже его, наверное, съесть на счастье. Потом будет что вспомнить. Я съел автозак. Колонна протестующих двинулась вперед по бульвару, скандируя «Россия будет свободной». Марш миллионов 12 июня – показательный пример восстановления в России Института гражданского общества, когда люди больше не принимают заподлинное «эрзац государства» – имитацию демократии и опостылившую «Ура!» картинку по телевидению. Лозунги обретают конкретное содержание. Уже не просто «Путина на нары», а «Закон для всех един». Уже не Холопское дало иммунитизацию, а права не дают, права берут. Колонны демонстрантов вступили на Трубную площадь. Вы посмотрите, это просто фантастическое зрелище. Сколько их тех, кто против Путина? Сколько их тех, которые готовы подарить ему лыжи и отправить в Магадан? В ГУВД потом скажут, что их где-то 8 или 10 тысяч. Горстка отморозков и маргиналов. Оцените сами, сколько их на этой площади. Поистине нескончаемое людское море. Вот это колонна солидарности. Там левый фронт. А националисты далеко-далеко позади. Они еще только начали свое движение. Конца и края не видно. Конца и края не видно. Говорят, что сегодня ночью, под покровом темноты, Владимир Путин прошмыгнул в Кремль. Он вообще любит пустую Москву. Можете себе представить, что бы ему сказали все эти люди? Возмущение, крайнее возмущение тем, что творится в стране. Это беспредел. А в чем он выражается, беспредел? Что вас возмущает? У нас беззаконие, во-первых. Во-вторых, угроза просто у нас образования не будет. А вы учитель? Я не учитель, я пенсионер. Но у меня есть внук. И я хочу, чтобы он жил в нормальной стране. Деревня умирает. Я скорблю по вымершим деревням и людям. А что нужно сделать, чтобы она снова ожила, деревня русская? Нужно сделать условия. Дать беспроцентную суду. Люди поедут. Землю, бессрочное пользование. Значит, что нужно еще? И какое-то время, ну пусть года три, чтобы налоги они не платили, и возродится. Люди поедут. Только дайте им работать. Это неправда, что русские люди лентяи. Они всегда и хотят работать. Еще полгода назад это казалось невероятным и невозможным. Сегодня это свершившийся факт. Все политические силы России объединились. И коммунисты, и правые, и левые, и националисты. И все для одного, чтобы избавить Россию от путинской преступной группировки. Смерть, стандемы, пора менять систему! Объединившись на Тургеневской площади, колонны митингующих идут непосредственно к самому месту митинга. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Жулики и воры сегодня в банике. Вы видите? Наш митинг проходит в беспрецедентных условиях. Массовые обыски, задержания, аресты, уголовные дела. Эти чудовищные поправки в законы о митингах. Все это направлено на то, чтобы подавить нашу активность. Но сегодня в ответ на их репрессии на улице Москвы вышло больше 100 тысяч человек. Если у тебя на пути лежит и разлагается что-то дохлое, позитивная программа заключается в том, чтобы это дохлое убрать. А дальше атмосфера заметно улучшится. Сейчас, в сезон номер 6, задерживаются трое политзаключенных. Это три девушки, Надежда Толокотникова, Мария Алёхина, Екатерина Самуцевич. Они скрыли истинную сущность русской православной церкви, показав, что она является всего лишь министерством государственного режима. И имя этому медвестмену Олигарх Кунчаев по имени Патриарх Кирилл. Этот человек пытается провоцировать раскол внутри нашего общества, в то время как церковь во все времена была призвана объединять людей. Если 6 мая Путин был явно напуган и выставил против народа целый легион вооруженных до зубов Держиморд, что и явилось отправной провокационной точкой, то 12 июня, вдоволь насладившись иезуитскими обысками, он решил не накалять обстановку и не предъявлять гражданам своих верных карателей. Еще одно доказательство мудрости людей. Когда власть не провоцирует, все проходит мирно, хотя Кремль действительно достал. Гражданская гроза прошла стороной, хотя в конце митинга и громыхнула, но высоко и далеко, в божьей канцелярии. Кремль! 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 12 июня марш миллионов прошел, к счастью, без эксцессов. По мнению организаторов, он собрал около 200 тысяч человек. И, по их же мнению, дальнейший протест в России будет только нарастать. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, телеканал Политвестник.